Отлично себя чувствую! Что-то надо мной! Нормальные условия работают! Нормальные условия работают! Я был 8 лет, на 18 марте 1965. Я очень хорошо помню эти фотографии, что прикольное библиоттое, которые взлетали в space. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Алексей Леоноф» «Ревелая на велосипеде» «Алексей Леоноф» «Леоноф» «Музыка» «Музыка» «Алексей Леоноф» «Алексей Леоноф» Генерал-майор авиации, 20 герой Советского Союза, кандидат технических наук, почетный гражданин города Гагарин, Алексей Ахипович Леонов. Леонов est l'un des tout derniers survivants des pionniers de l'espace. Une équipe de héros qui ont vécu leur enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont connu le froid, la faim, qui ont côtoyé la mort. «Le froid, la soldiers à la guerre mondiale du поел de la Sécurité » a devenir prospect. «В наш барак приехал настоящий летчик. Он был в темно-синем френче, портупее, глифее, сапоги, пилотка, курица, здесь знак такой. Я за ним бегал с утра до вечера, он это заметил. Он говорит, молитва, иди сюда. Ты что? Я хочу быть таким как вы. Ну так в чем же дело? Ты сколько лет? Шесть. Ну давай, расти, учись, быть крепким, и тебя тогда примут, будешь летчиком. Вот это вот, расти, быть крепкий, будешь летчиком, вот это осталось на всю жизнь. Воскод. Сергей Павлович Аглиев сказал, « такие моряки» Он так называл нас, ореликами. Моряк, находящийся на борту океанского лайнера, должен уметь плавать в океане. Точно так же моряк, находящийся на борту космического корабля, должен уметь плавать в открытом космосе. Потом посмотрел на нас и говорит, а вот ты, орелик, одень сейчас скафандр и попробуй вот эту концепцию выхода в открытый космос через шлюзовую камеру. Надо было приучить себя к работе вот в этой очень сложной одежде. И я понял, что я должен привыкнуть как к пальто, к скафандру. Дом, где я родился, 30 мая 1934 года. Отца посадили, дом отобрали. И вот там нарисовано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь гусей. Это вот семь детей вылетело из этого дома вместе с матерью. Уехали в город Кемерово к старшей сестре. На мне даже не было штанишек, только рубашка. У девочек и пальто не было. Тогда же было постановление о ЧСВ на членах семей врагов народа. Поскольку враги народа, то без суда и следствия выгнали. Стареет наш дом. Ценей становится. Ценей становится. Вот я сейчас покажу, где я родился. Вот на этом месте. Здесь была какая-то тахта или еще что-то. Нет, что-то было. Вот здесь я. Именно в этом месте я и родился. 30 мая 1934 года. Это печка. Рядом с печкой. По-другому-то не могло быть. А вот здесь есть с тех пор остался крючок. Пойдемте, покажу. Вот крючок в потолке, где висела зыбка. И мама, значит, меня качала в этой зыбке. Крючок остался. Потому что мы тут тоже качались. Меня тоже тут качали. Вот мы с ней в одной качалке были. Меня тоже тут качали, да. Это ваше ощущение. Удача их качали. Заря, Ялма, Тва. Вывод прошел. Самочувствие отличное. И над Камчаткой я перешел в шлюзовую камеру. За мной закрылся люк. Прошли Средиземное море. Турция. Скорость 8 км за секунду. И команда выйти. А у нас два начинать выехалонил. И на Камерской чиновник поможет. Я за у нас два. Накажусь на бреде шлюза. Накажусь вот только в том, когда. Ну, первое, я не помню, когда я говорил, но зафиксировали удивление, а земля-то ведь круглая. Поднял голову, увидел Балтийское море. Слева дальше Греция. Дальше идет Италия на горизонте. Человек вышел в космическое пространство. Находится в свободном плавании. Я у вас прием. Тихо было. Очень тихо. Я слышал, как бьется сердце. Слышал свое дыхание. И вот в это время Левитан говорит, внимание, внимание, человек вышел в открытое космическое пространство и находится в свободном плавании. У меня даже первый вопрос был интересен, кто же это? Я в рабочем таком процессе, я забылся, что это я, обо мне говорят. Слышал свое дыхание. Ладно, пойдем мы. Жизненная школа выживания здесь. Люди привыкли к выживанию в экстремальных условиях. Вот представляете, в этом году зима была за 40 градусов. Здесь нет батарей. Вот печка. Они живут, топят эту печку. Чтобы топить, надо заготовить трава. Надо заготовить, идти в воду забрать. Здесь нет водопровода. А люди живут. Уже и надо заканчивать работу. Команда, Леша, заканчивай, надо возвращаться. Понял, понял. Буду возвращаться. А для этого мне надо было собрать фал в бухту. Пять с половиной метров скрутить. Повесить, как ласса, сбоку. Но я ощутил, что у меня пальцы вышли из перчаток. Ноги вышли из сапог. Я не управляю скафандром. Я выглядел со стороны, как реклама Мишлина. Это осталось пять минут до входа в тень. И тридцать минут жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Леонофт понимает очень быстро что он садится. И он не может просто предусматривать себя. С коер ба лжамад, с кожей с флами. Он нагорит, с визирю сомбрует. Он остановится и сможет это делать. Пять скафандром не резко. Не достаточно для того, чтобы приступать. Он вернулся в последнее время. Он возвращается, в последнее время гимназа. В силу с ног, он перететет первая в сазе, и закрепит так хорошо и плохо. А-то в голове в голове? В последнее время, Белайев должен снять его кордон? И его сателлить? Хотя психологи разрабатывали варианты, что будет, если один остается. Ему задавали этот вопрос, он говорит, да я бы и сам не вернулся на Землю один. Никогда. Вот, это человек такой русский. Здравствуйте, дорогой наш Алексей Архивович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. В прошлый раз была капитаном, сейчас уже майор. Вот так. Следующий год будет уже подполковник, так что. Вы мир исколесили весь, и в космосе не раз бывали, и лунный кратер вашу честь великим именем назвали. И вот, и вот. Мы хотим вам сказать, к сведению примите, как устанете видать, директором там приходите. Но верится, когда-нибудь на Марсе в песне так поется, Сады и яблами расцветут, и кедр Тесульский проливется. Прижился кедр Тесульский, прижился, правда. Дорогие гости, дорогие наши дети, а сейчас наши кедры должны подарить нашим гостям. А Алиночка дарит кедр Алексея Архивовичу Леонова. Вот так вот. Поцелуй. Моя ты радость. Ой, какое дерево замечательное. Вот, вот, вот. Какое замечательное дерево. Вот. А как же выходить в открытый космос? Шлюзовая камера. И вот на место посадочного люка насаживается шлюзовая камера. Вот она, шлюзовая камера. Здесь телекамера для передачи, а здесь кинокамера. Ставилась. Люк открывался внутрь, а здесь, вот я так изображу человека, который держался. Вот он находился. Здесь это я. Я вел дневник еще в школе. И на титульном листе у меня написаны замечательные слова, которые, в общем, помогли мне жить. Судьба моя, я сам. Я сам руковожу своей жизнью и разбираюсь, куда мне идти, куда мне не попасть и что мне делать. В общем-то, было, и ошибки были в выборе направления. Но, в общем-то, все правильно произошло. Мясо, geldi. Рассландно вредить лезвие. и Белайев не были выходы из-за дела. В ручке были закрыты, из-за того, что надо было бы compensать с пурным воздухом. Воскод был настоящим бомбом, готова к всему миру оттенцировать. В корабле был отдохнен. Возвращаясь на землю, чтобы вернуть на землю в мануэль. Возвращаясь к км. в районе предназначено, в полной форте лураль. И это после ночи глянки, в лесу, в последнее время, которые были посадены. Посадка создана командиром корабля полковником Беляевым использованием системы ручного управления. Друзья Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одну точечку поставил, и она заиграла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот особенно иней на березах, вот это березы, березы, вот здесь вот этот иней собирается, вот я его сейчас вот добавил чуть-чуть, ага, здесь он должен быть. Здесь тоже я добавляю. Добавляю. Получается лес прозрачный. Прозрачный. Когда в школе учился, то я писал ковры, расписывал уже за деньги. Не за деньги, а за хлеб. А стены штукатурены в бараках, изобеленные. Поэтому у каждой кровати висел какой-то ковер, который защищал от стенки. Потому что стенка пачкалась, белила. Ну, ковров тогда вообще ни у кого не было. Даже если они были то эвакуированных, они побросали это все. Вот. И рисовали ковры масляными красками. Вот это, такой ковер я делал за неделю. Притом я учился. Учился. Конечно, я больше тратил времени на эти ковры. На ковры. Три булки хлеба. Десятилетний мальчик приносил домой три булки хлеба. Это очень большая цена была. Ну, а само моральное понимание, что я помогаю родителям жить. 44-й год, 45-й, вот такое голодное время. Летчик и космонавт Алексей Леонова и архитектор Андрея Соколова одинаково увлекает любовь к фантастике, к рисункам на тему освоения космоса. Выставка работ Алексея Леонова и Андрея Соколова была открыта в Доме ученых Объединенного Института Ядерных Исследований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень суровые требования были предъявлены к нам, постепенно ребята уходили, и к концу, а именно 4 ноября, нас осталось всего лишь 8 человек, а пришло из 3040 8 человек. Нам объявили, что мы прошли комиссию, что мы должны быть у главнокомандующих ВВС. И вот эта встреча состоялась. Мы младшие офицеры. Старший из нас был Попович Паша, он был капитаном. Итак, Юрий Гагарин, Николаев Попович, Леонов, Горбатко. Мы не знали, куда мы идем. Нас готовили летчиками-испытателями. А главком вдруг заявил, что мне очень жаль с вами расставаться. Вы лучший из лучших военно-воздушных сил. Вы летаете на последней технике. Летаете во всех условиях. Вы молоды, вам по 24-25 лет. У вас такая жизнь впереди. Подумайте. Выйдите в коридор. Минут на 10 посовещайтесь, подумайте. И если согласны, придите, скажите. Я еще сам не знаю, какая это техника будет. Но ясно, что эта техника гораздо серьезнее, чем современные самолеты. Я сейчас, наверное, так я быстро сточу. Зачем же оголять 220 вольт? Как хочешь. Ладно. Все. Шпортишь, другого нет. Водички. Ну давай, Сергей, тебе подточник. Сейчас он тебе подточник. Глянется. Рецепт. Рецепт. Рецепт на катер на Химкинское водохранилище на другой день после моего 30-летия. Борис Волынов, Виктор Горбатко на борту «Метеора», Юра Гагарин, видите, рядом с капитаном порта, вот он посредине, Юра Гагарин. До этого никто еще не видел. На меня произвело еще впечатление большое, вот эта первая встреча, когда я увидел в руках у него книгу Хемингуэя «Старик и море», 60-й год. Это только мы слышали о Хемингуэе, и вдруг я вижу человека, который читает Хемингуэя. Я сразу проникся к нему глубоким уважением. Думаю, это мальчик не случайный. Он знает, что нужно в жизни. Я еще не умел читать. Но сестра моя старшая, я ее очень просил читать Жюль Верна. И она мне читала постоянно. Я, когда был на 150-летие Жюль Верна в Париже, ну, меня спросили, что вы читали. Я перечислил, что я читал. Вот 80 тысяч львей, из пушки на луну, приключения капитана Барсака. Мне очень нравился Жюль Верн. И, конечно, я уже тогда понимал, что из пушки на луну не попадешь. Если Гагарин был первым человеком в мире, Леонов был destinен к быть первым человеком в поле лунар. Это тяжелая часть моей жизни и очень обидная, что столько потрачено сил и здоровья. И уж то, что облететь мы могли раньше американцев на полгода. Но если бы был жив Сергей Павлович Королев, конечно, там и два лунохода ходили по 9 месяцев. Но я всегда говорю, если бы на этом луноходе сидел бы маленький космонавтик и управлял. Но, увы, этого нет. А тут уже слетали американцы, говорят, ну, теперь и не надо. Вы видите уникальные съемки, переданные телевидением и полученные на Земле непосредственно с поверхности Луны. Это красная, да, у меня ворочная. Для меня это, конечно, большая честь, но, я бы сказал, более того, просто огромное удовольствие видеть сегодня среди наших гостей покорители космоса и героев космических программ наших стран. Алексей Миронов и Валерий Курбасов. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Маленькая искра и был бы очередной мировой пожар. Инициатива была Никсона. Звонит Косыгину. Вот у нас есть предложение. Давайте мы найдем хороших ребят, сделаем два космических корабля. Благо они есть и у вас, и у нас. Пошлем их в космос, чтобы они нашли друг друга, соединились, полетали вместе, поприветствовали народы мира, рассказали, как красива земля, как надо жить. И наше правительство согласилось на это. Потом однажды меня вдруг вызывают в Кремль и говорят, вот мы посоветовались, решили, чтобы вы возглавили эту группу, чтобы вы были командиром. Приложим все свои силы, знания, опыт, чтобы задание Родины выполнить в честь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вот смотрю, вдруг в иллюминаторе, вернее, в визир, у нас появился Аполло, корабль. И мы начали устанавливать связь. Как вы слышите? Слышим хорошо. Так, пошли на сближение. Сидим, контролируем друг друга. Касание, стягивание. Все доклад на землю, чтобы мы состыковались. По программе мы должны были открыть люки переходные над Москвой. Я следил за временем. И вот до сих пор не понимаю, почему у нас переход был сделан из корабля в корабль. И шейка хэнд, пожатие рук. Не над Москвой, а над Эльбой. Вот что-то такое произошло. 45-й год встреча советских и американских солдат, то есть наших отцов на Эльбе. И спустя 30 лет встреча сыновей космонавтов над Эльбой. О, какой символ-то интересный получился. До сих пор не понимаю. Я это специально не делал. Как ускорилось время, что вот я позволил нарушить график. И вот это было подтверждено с земли. И когда мы оказались над землей, я говорю, ну давайте, открывайте люк. Мы говорим, мы уже сидим за столом. А у нас вот борщ. Да, вот борщ. Я взял, на них наклеил водка, старая водка, столичная водка. И когда мы сели за стол, я к каждому даю, они говорят, это не все. Я договорился. И знаете, когда открыли, стали пить, а там борщ. Это борщ. Вы ругали вас после этого? Нет, нет, нет. Они так говорят, что сошли на риск, а оказывается, зря мы сковали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И когда мы прилетели на наш аэродром в Москву, самолет в конце полосы остановился, подъехал джип, открыли двери и бросили в машину пакет. Пилот приходит, говорит, это вам. Я разрываю пакет, там брюки генеральские, рубашки генеральские погоны, галстук и фуражка генеральская. Так что я сел в самолет полковником, а вышел из самолета в звание генерала. Вот они и дома, в Звездном. Дима Торзок Все первые космонавты и Юрий Гагарин тоже здесь жил. Да, это посадил Том. Том, это Дик. Это Дик, а следующий бренд. Да, становитесь сюда. Ну, молодцом. Участников первого международного космического полета принял в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Джеральд Форд. Мир-то изменился. Шесть дней, которые мы летали, говорили, шесть дней сплотили людей, и они задумались, жизнь-то ведь другая. Зачем же бросаться друг на друга, когда мы можем жить по-другому? Мы должны забыть про границы, мы должны помнить, что человек – это хозяин земли, что земля – это наш дом. Стой здесь, стой здесь. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо, Tom. Если он был украшен, он будет работать в Америке и Руссии. Если он университет в России, то это не может быть в этом городе. Это очень разно. Ваш дыркер. Не, заходите далеко. Кодин, сейчас походу. Понимаю. Самый лучший соблюдение. Орвался. И оторвался. Все. Пошел. Какой в ней тревог, мой дыркер. Орвался. Орвался. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, какой она. Молодец. Молодец. Здравствуйте. Я тебе не могу. Попробуй. 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 Встреча с воевремя войсками, решение строительства Буран, среди взрослых боев, создавая для защиты от орбита. Наши коллеги американские сразу вложили в схему главной управления, ручной. Мы пошли по другому пути. В основном, положили автоматическую систему посадки. Я думаю, если бы мы пошли сразу по пути создания главной системы управления, ручного управления, мы бы вышли на режим испытаний на три года раньше, и шаттл бы Буран летал. Буран – это полуспетая песня. Буран – это полуспетая песня. Ну ладно. Так это сейчас принадлежность парка, да? Да. И хозяева – это парк. Да. Он же по-другому выглядел, его подрали как-то. Подрали. Ну ладно. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам. Здоровья вам. Буран – это приятный с Recently the Civil War. Субтитры создавал DimaTorzok Ощущение пережить те, которые пережил Леонов, это надо готовиться очень долгое время И никаких страшилок в космосе нету? Нет, нет, там есть одна страшилка, это понимание, что тебя отделяет полтора, три миллиметра дюраля от внешнего мира Который пробивается элементарно пятиграммовым метеоритом насквозь, вот это опасно А у вас тут и не было Спасибо Вспоминается, снится, что я летаю Снится часто, что я на перехват хожу, потому что вот эти годы, 60-е, когда мы видели вокруг нас одних врагов и без конца границы наши нарушали Я, будучи летчиком и стрельбителем, часто сидел на дежурстве и был готов и поднимали по тревогу на перехват Так вот это сейчас снится, что пролетает над нами в 105-е и я поднимаюсь на перехват Ушел я в 1991 году из Центра подготовки космонавтов с должности, первый заместитель начальника Центра подготовки, полетной и космической подготовки. Собственно, меня уволили на 5 лет раньше срока, потому что я как депутат, кандидат в депутаты, выдвинул программу, которая никак не была совместима с тем режимом. Продолжение следует... В 1998 году мы выплатили 100 миллионов инвесторам долларов, в 2000 – 225, в 2005 – 728, и в 2007 год – 1,232 миллиона долларов мы выплатили инвесторам деньги. Значит, то, что мы берем, обращаем их в капитал, наращиваем, и в соответствии со всеми законами, до копейки, то, что кто заработал, то мы и отдаем. Ну, здесь как в космосе. Дискавери, Восток, Союз. Здесь все прозрачно. Видно, кто как. Сидят здесь специалисты. Красивая девушка, снимите ее. Very pretty girls. Обычный офис. Видно, кто чем занимается. Ведут работы по направлениям. Это тоже ваша работа? Да. Это вы? Это я. Очень. Спасибо. Вот это символ места расстрела Здесь ставили заключенных у лафетов и стреляли Так и оставились тени их, отверстия На лафетии приходят, вставляют цветочки Дизайнеры очень-очень хорошо поработали Чтобы современники представляли, что мы пережили Здесь были лучшие люди страны Это призыв Люди, встаньте Не встанут Нет их Где-то здесь, может быть, они лежат рядом Рядом Все будет хорошо Приходите, надо просить прощения Пять лет было Шестой год шел Мы идем с ним через лесок Я иду, и вдруг вылетела птичка Я подхожу Там гнездо Как до сих пор помню, голубенькие яйца В рыженькие крапинки И так вот трава Отец на меня Не трогай, нельзя Нельзя трогать Как К щенку И мы идем дальше Я его спрашиваю Пап, а птичка Скажи, пап, а птичка в гнезде ночует? Он мне говорит, а кто ее знает Ночует или нет? И вот я Ночью, когда уже все легли спать Это около 12 Я встал Снял крючок с двери И пошел через огороды Через речку по бревну По тропинке Километра два Около 12 ночи Шестилетний, пятилетний ребенок Я пришел в этот лес Жутко страшно было Подхожу к этому гнезду Птичка вылетела Я домой бегом Роса хлещет Мне кажется, что кто-то меня захватывает Дерет руки, ноги Я прибежал домой И под фуфайку К младшему брату Ему было уже так Года два Все Добежал до дома На другой день Говорю отцу Пап, а птичка в гнезде ночует Он так на меня посмотрел Погладил по голове И говорит, молодец Ни слова ничего не сказал Талантливые, умные, спортивные Ну так, родились в Леспианке Учатся в Тесуле А вот я не знаю, в какой терме сидел отец Ну у вас в Тесульский район А тогда был Мариинский район И в какой Отходи Ну давай Давай Вот давай Поехали Так, все Люблю я праздники Долям веселые Когда по маяки дарят Когда глаза твои Не влюбленные О самом главном говорят Давай, дружок На пасажок За нас, за всех, за всех, за нас Будет все равно хорошо И в добрый час, и в добрый час Все, ребята, спасибо Я в случае, что я вообще два часа спал за двое суток Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok